Всем привет, дорогие друзья! Мы сегодня находимся на самом центральном рынке в Антарии. И пойдем мы с вами смотреть сегодня цены на фрукты, овощи, также покажем наш секретный лукум и все, что встретится по пути. А пока мы идем, начинаем. Тут очень громко, но, надеюсь, вам меня слышно. А пока мы идем и начинаем, ставьте лайки, подписывайтесь обязательно на наш канал и оставляйте комментарии. А мы пошли! Начинается рынок у нас фруктиков сегодня. Так, ну виноград 8 лир, 7 лир, черешня за 10 лир. Очень сладкий пишут. Да, когда пишут чоктатлы, значит очень сладко. А еще надо обращать внимание, там написано кило или ерым кило, где-нибудь покажем вам сегодня. Вот виноградик этот 6 лир. Персики красивые, 10 лир. Большие, главное. Фасоль 5 лир. Штука 6 лир. Ого, вот так вот. О, все. Скидки специальные. Ну, сейчас, чем позднее, тем дешевле. Да, лайфхак местный. Да, главное не переждать, потому что могут все раскупить, вот как здесь вот будет. Да. Сырые. Вот Анастасии сыр местный не нравится, а мне очень даже приятные такие. Особенно с этими, с перчиками, с помидорчиками черри. Помидоры 2,5 лир, 3,5 лир, 3 лир, 3 лир, 3 лир, так, ну что, от 20 лир. Ну, персики 12 лир, 10 лир. Нектария на 12 лир. Прежде чем покупать, нужно... А вот здесь есть такие вот по 5. Ну, это уже оставшиеся. Да, ну, вроде, не знаю, вроде есть можно призвание. Ну, не надо. Вот, сливки по 7,5 лир. Мне кажется, они немножко зелененькие. Ну, возможно. И кукурузка 10. Так, здесь 5 штук за 10 лир, а здесь 6 штук за 10 лир. Вот такая вот их борьба. Кто же выиграет сегодня и орешки со сладочками. Ага. Ну, мы скоро к своим пойдем, где мы обычно берем, покажем. И откуда мы лукум таскаем, тоже покажем. А пока мы куда идем? Туда идем. Туда? Не, пойдем там еще посмотрим. Там петахай я хотела показать вам. Пока мы сейчас еще идем на другой конец рынка. Мы когда входили, я сам заметила экзотические фрукты. Пепина и петахай. Ну, в общем, лучше сейчас все покажем. А тогда им ничего не понятно. Думаешь, для них они экзотические? Да, петахай экзотические. Кстати, можно вот по правой руке тут вторики стоят перекусить. Тут очень вкусно готовят шурму. Мы ели и не отравили. Все вот так вот, нормально. Да. Главное, когда они вам предлагают лук, салат и все остальное, не отказываться, а то получите полупустой дюнер. Да, как мы. Ну, посмотрите, как вкусно готовят. Тут нереально просто пропустить. Не, я не готовлю, я вон показываю. Это то, что меня сама продают. Давай, давай. Сейчас на рынке очень много инжира. Ну, и у меня есть свой лайфхак. Называется деревья к саду. Сколько подошел, нарвал сколько хочешь. О, кишмиш, мне кажется, он вкусный. По 10 лет. А вот, видите, написано, черешня кило 13, а вот ерым кило 6,5, это полкило. Так что, внимательно на ценники. А вот тут килограмм инжира 15 лет. А вот так вот вам могут ананасики нарезать, если хотите. Еще немножко местного козьего сыра. Он вкусный, но если его, я не знаю, куда не добавлять. Прям так есть, штучка 10 лет. Вот, темненький арбузовый, очень вкусный, но я хочу сейчас большой арбуз найти и съесть его. Вот, уже орешки с ценами. Достаточно дешевые, кстати, такие обычные, чуть-чуть подороже. А вон камешки, которые... О, наросок. Взять может, да? Не знаю, надо спросить, почем. Я хочу. А лишнее? Это лишнее, мне кажется. Да, лишнее? Да, наверное, все лишнее. Что-то лишнее. Жалко. Я думал, уже черешня, я думал, ничего себе. Ну, гадайте, причем это сорвалась не Настя, а Денис. По 30 лир килограмм камней. Да, вот я взял два мешочка по 5 лир. Вкусненькие. А Настя съест главное. Вот видите, это недовольное лицо, главное, она же съест. Ну, съем и что. Что ты мне сделаешь? И съем быстрее. Не разно. Помидорчики по 2,5 лир. О, огуречки по 2,5 лир. Баклажаны по 1,5 лир. Настя зоркий глаз, а говорит, не видит, а? Дешевые цены я вижу, стали. Ну, громче. Вот, а на нас, мне кажется, круглый год прям по 10 лет. Мне так ощущение, как бы, цены на них вообще не меняются. Да. Так, а мы с вами все едем к экзотическим фруктам. О, авокадо еще даже есть. Ну, вот авокадо нам летом не нравится, мы его вообще не берем. А зимой вкусно-вкусно было, не знаю. Вот, вот это покажешь. Петаха, она не маленькая, я даже не знаю, мне кажется, там кушать нечего будет. Ну, да, и вот пепина мы зимой покупали одну штуку за 10 лир, а сейчас... И мы маленькую взяли, а ты видишь, какие здоровенные уже, смотри. Да, и 3 штуки за 10 лир. Ну, не знаю, нам зимой... Ты прям, смотри, какой уго! Зимой не понравилось. Я вот не знаю, да, вот зимой мы что-то как-то попробовали, и так, блин, плевались. И еще так дорого стоило, а тут вот смотришь, ого-го. Может, возьмем попробуем, пойдем попробуем. И мы вам обещали показать секретное место с лукумом и с орешками, пойдемте. А почему оно секретное? А потому что мы там берем, не знаем. Потому что дешево, вкусно, и мы, кстати, к ним ездили на производство, видели, как это все готовится. Да, так что все по-честному. Смотри, Настюш, что еще есть? Ну, да, это какой-то типа полезный огурец или что-то такое, 3 штуки 10 лет. Но вам не вкусно. И вот еще, вот это что такое. Мне кажется, маракуйя. А может, нет. Баси-флора это. Я думала, что не маракуйя? Кто знает, пишите. Мне кажется, на картошечку похоже чем-то. Можно здесь встретить пакетированные огурчики такие. Кстати, уже давно с пупырчиками огурчиков не видел, но так они здесь попадаются. И вот здесь рядышком дыни продаются. По 6 лир. За штуку? Да, вон уже порезанное даже. Или надгрызанное, даже не знаю, как больше. Большой выбор яблочек есть, где-то там чуть похуже. Вот хорошенький уже по 6 лир. Большие. Зелененькие, красненькие. И рядом же клубничка у них тоже по 10 лир. А вот новый урожай. Я так смотрю, 3 килограмма по 10 лир. И игрушки тоже. В общем, нашли нашу точку на рынке Чирчамбе. Они у нас еще на нашем рынке торгуют. И Лухум по 60 лир любой сказали. Тут, смотрите, есть розовая обсыпка, есть фисташками, с миндалем разные-разные. И Чирчхела, сколько, 50, да? 50, да. За килограмм это лир. Лир. Также у них есть куча-куча всяких орешек. Но мне, кстати, больше всего нравится Щербет. Да, Щербет у них отпадный. Особенно лимонный, да. Да, я не знаю. Так, орешки у них по 20 и по 30 лир. Это ты про арахи, да? В зависимости от величины. И самый маленький здесь, по-моему, 15 лир мне стоят. Вот. Какие дела? Хочем? Да. Щербетик. Ага, мы уже сняли, да. Вот такой Щербетик взяли опять. Я постоянно... И там вот такой взяли Щербетик. Да, взяли лимонный. Стоит 70 лир килограмм с фундуком. Ну, собственно, все видим. Ну, смотри, а у них еще пакетики такие есть. Ну, да. Если кому надо, пишите, мы как-нибудь сориентируем, где они. У Белочки, кстати, их у них, собственно, логотип. Да. Сориентируем. Сколько ваша рыбка стоит? Рыба? Да. Она вот килограмм 10 трен. Это 50? Да. Ага, хорошо. А вот это? Сколько? Килограмм 30 трен. Килограмм 30. Хорошо. У нас что тебе еще нравится? Килограмм 20 лир. А клеветочки, спасибо вас. Хорошо, дальше что еще? Сейчас, давайте с этой стороны немножечко посмотрим. Ого, а это что у нас заработок? Килограмм 50 трен. Офигеть, а? Страшно. Страшно. Лосось, а лосось почему у вас? Килограмм 120. Килограмм 120. И вот последний вопрос, вот эта красная рыбка, почему у вас? Ого, килограмм 50. Килограмм 50. Все, спасибо вам большое. Пока. В общем, мы с вами пробежались по всему рынку. Цены вы все сами видели. Если есть какие-то вопросы, задавайте. Ответим. Ответим, если знаем. И на этом все. С вас лайки, комментарии и подписка. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok. 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 Субтитры сделал DimaTorzok.